Добрый день, друзья! Сегодня приготовим яблочный штрудель по классическому рецепту. Я расскажу вам все секреты приготовления теста, а также правильной начинки. Для приготовления штруделя нам потребуется вода 120 грамм, мука 240 грамм, яблоки 1 килограмм, сахар 100 грамм, изюм 100 грамм, растительное масло 40 грамм, корица по желанию и щепотка соли. К муке добавляем воду комнатной температуры, растительное масло, а также соль. Самым главным для приготовления классического вытяжного теста для штруделя является то, что должно быть 2 части муки и 1 часть воды. То есть у нас 240 грамм муки и 120 грамм воды. Вначале мы все замешиваем ложкой, затем начинаем вымешивать руками. До тех пор, пока вся мука не соберется в один комочек. И тесто полностью не отслоится от стенок дежи, в которые вы вымешиваете тесто. Тесто будет очень податливое и не липкое, так как в нем отсутствуют жиры животного происхождения. В нем нет сливочного масла, сметаны, яиц, только растительное масло. За счет этого оно будет очень мягким, эластичным и не липным. Когда вы тесто вымешали, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник примерно на 15-20 минут. Клейковина набухнет и оно будет очень податливое. А пока подготовим яблоки. Их необходимо брать только твердых сортов. Если вы возьмете яблоки мягких сортов, они у вас при выпекании превратятся в кашу. Яблоки необходимо очистить от кожуры и сердцевины и нарезать их тонкими слайсами примерно 2-3 мм толщиной. Все яблоки мы очистили и нарезали слайсами. Затем добавляем в них изюм. Изюм я не замачиваю, так как он при выпекании возьмет лишний сок, который будет выделяться из яблочек. Добавляем сахар и все хорошо перемешиваем. Яблоки сейчас пустят сок, мы его в штрудель добавлять не будем. Наше тесто постояло в холодильнике, клейковина набухла и оно сейчас стало еще более эластичным. Присыпляем поверхность мукой и начинаем скалкой аккуратно раскатывать его максимально тонко, как у вас только получится. Затем мы будем вытягивать это тесто. Именно поэтому оно и называется вытяжное, так как его необходимо вытягивать до такого состояния, чтобы оно было практически как бумага. Я это делаю вот таким способом, кулачками. Кладем кулаки под тесто и начинаем аккуратно вытягивать его до нужного нам состояния. Также можно это делать пальцами, но это займет немного дольше времени. Затем выкладываю тесто на пергамент, также можно использовать полотенце, либо силиконовый коврик. Мое тесто получилось больше по размеру, нежели пергамент, но это ничего страшного, а мы все равно прекрасно завернем штрудель. Выкладываем нашу начинку. Тесто предварительно я смазала растительным маслом. Выкладываем начинку и сейчас я вам покажу, как его свернуть, даже без полотенца. Край теста мы сворачиваем пальчиками, затем берем пергамент и аккуратно, не спеша, начинаем сворачивать наш штрудель. Тесто прекрасно отходит от пергамента. Пергамент у меня силикализированный и мы обходимся без полотенца. Когда вы провернули штрудель один раз, обязательно необходимо смазать растительным маслом. Мы это делаем для того, чтобы между тестом и яблоками был слой жира, иначе яблоки при выпекании будут выпускать сок и наше тесто превратится в кашу. За счет жира наше тесто будет хорошо держать форму. Край теста я обрезаю, хвостики я тоже обрезаю, так как при выпекании это будет просто невкусный большой кусок теста. Сверху снова промазываем растительным маслом. Также можно использовать растопленное сливочное масло. Штрудель перед выпеканием обязательно необходимо наколоть, чтобы он не треснул. Вот такой большой штрудель у меня получается. Я его буду выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 220 градусов. Это очень важно, тогда тесто у нас сразу схватится и не превратится в кашу. Если вы будете выпекать при температуре ниже, у вас штрудель просто опустится и будет очень мягкий и не будет держать форму. Готовый штрудель посыпаем сахарной пудрой и подаем шариком ванильного мороженого. Всем приятного аппетита! Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду выкладывать для вас хорошие проверенные рецепты. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.